Привет, с вами Велсаком. С выходом iOS 14 появилась возможность кастомизировать домашний экран, чего все, конечно же, ждали. Я лично считаю, что это баловство, но в интернете появились вот такие вот варианты. Хочешь PlayStation 1, пожалуйста. Хочешь какой-нибудь, если ты фанат BTS, вот этих всех ребят разместил. Если тебе нравится какая-нибудь дичь, то и она возможна. В общем, это достаточно просто делается, благодаря встроенному приложению команды и еще, может быть, парочка для виджетов. Я, конечно, не мог остаться в стороне и накатил себе старый добрый скевоморфизм, как в iOS 6, которую все мы любим. И вот как это выглядит. Смотри, какое величие. А? А? Вот эти иконочки. Вы можете подумать, что это просто скриншот. Нет, конечно, смотри. Ну давай, посчитаем. Ёпта. Вот так вот. Сейчас расскажу, как это сделать. Поехали. Перед тем, как продолжить, полезная информация. Любые гаджеты Apple, айфоны, макбуки, айпэды, аксессуары и не только, вы можете купить у наших друзей магазина biggeek.ru. Ссылочка, как всегда, в описании. Лучшие цены. Говорит, что пришли от дяди Вали, вас там встретят как родного. Мы сами свои гаджеты, по большей части, только там и покупаем, поэтому я знаю, о чем говорю. Еще раз, ссылка в описании. В чем, собственно, прикол? Это классическая iOS 14, которую вы можете скачать прямо сейчас. Но, как вы видите, иконки заменены на вот эти вот старые из iOS 6. Причем это, по-моему, даже iOS 5. Вы можете выбрать вообще любые, в принципе. А дальше очень просто. Вот здесь у меня живет, например, твитбот. Смотри, опа. А вот здесь вот, конечно же, настройки. Вот они, сладенькие мои. Ну и камеры, и все остальное. Единственное, что вы можете заметить, все это происходит через команды. Давай посмотрим, что там нового дяди Вали запилил. Плюс я могу сделать усложнение. Например, добавить звук, как было с калькулятором. Ну давай, посчитаем. Ёпты. Вот так вот. На самом деле, все максимально просто, и сама идея с командами существует в iOS уже достаточно давно. Но просто сейчас, благодаря виджетам, а я могу сделать себе вот такие олдскульные часики, и вот такого вот горына повесил картиночку и радуясь, это стало более нарядно. Именно поэтому можно придумать себе какие-то более интересные конструкции, когда картинка сливается, например, с фоном, и получается вот такая зигзугина. Это реально очень похоже на Android, поэтому я лично считаю, что это баловство. И то, что я увидел, на самом деле, в Твиттере под соответствующим хэштегом, это полный пи***ц, простите меня. Это ужасно. Осталось только добавить какой-нибудь italic-шрифт и просто Android-здравствуйте. Я лично считаю, что это баловство, но если вдруг хочется, то почему нет? Единственное, что меня опять же обламывает, если бы была возможность, например, все это открывать без вот этого экрана с командами, было бы, конечно, наряднее. Но пока такой вариант недоступен, так тоже можно побаловаться. Как минимум разыграть своих друзей. Для того, чтобы навернуть себе нечто подобное, вам понадобится обойна и вот эти вот сами иконки в виде PNG-шек. Я их положу в описании, по ссылочке на нашем диске сможете скачать. Красота! И все, что вам нужно, это приложение команды. Вот оно здесь. Я вам советую создать папочку. Вот здесь нажимаете папочку. Папочку есть смысл назвать iOS 6 или как-то так. Ну, в общем, группировать. Это все, чтобы вы потом не запутались. И смотрите, какая история. Как вы, наверное, уже поняли, каждая иконка выполняет свою команду. Давайте еще раз, чтобы вы увидели. Я нажимаю настройки, загорается настройки. И вот, собственно, мы с вами зашли. Смотрите дальше, что происходит. Я добавляю новую команду. Она у меня называется вот так, новая команда 2, не знаю почему. И мне нужно добавить для нее действия. Как вы видите, здесь дохренища разных действий. Мне нужно открыть приложение. Я же хочу, чтобы открывалось приложение, как будто это происходит по-настоящему в iOS. Вообще, приложение команды нужно для того, чтобы создавать макросы, то есть какие-то выполняемые последовательные действия. Их может быть великое множество. Можете делать разные интересные вещи. Например, у меня в базовых командах, вот здесь, давайте отвлечемся на секунду, есть много всего. Можно сохранять фотки из Инстаграма. Раз. Можно нажать кнопку смотреть Велсаком. Будет сделана фотка Велсаком. Где была фотография? Мои кроссовки здесь, пожалуйста. Затянул шнуровку. Проверил штрафы на Рейндж Ровер. Причем я могу Сири попросить. Смотри, проверь штрафы на Рейндж Ровер. Выполняется команда, открывается соответствующее приложение, проверяются штрафы на Рейндж Ровер. Есть ли у меня штрафы, мы узываемся прям нету, видишь, молодец. Соответственно, это дофига интересно. И ставьте лайк, если вам эта тема заходит, мы отдельно про нее расскажем, потому что там есть на что посмотреть. А мы с вами добавляем действия, видим, что здесь их много, как разобраться. Пишем приложение. Так будет проще, потому что нам нужна команда открыть приложение. Нажимаем сюда, появляется, собственно, начало нашей команды. Выбираю то самое приложение, которое я хочу открыть. Открываться у нас будет Хром. Но это не все. Нам нужно назвать это все, например, тем же самым Хромом. Почему нет? Но я хочу, чтобы иконка выглядела иначе. Для этого я нажимаю добавить на рабочий стол. Здесь я это все тоже называю Хром, потому что это Хром. Здесь я знаю, что она будет желтого цвета, поэтому я хочу, чтобы она была у нас желтенькая. Вот здесь я поменяю на желтый, потому что я знаю, что она плюс-минус желтая. Здесь это все возвращаем в Хром. И смотри, что происходит. Вот здесь вот я меняю саму иконку. Могу добавить из файла, могу из фото. У меня почему-то при добавлении из фото теряется вот эта PNG-шная структура. Соответственно, он эту белую окантовку подсовывает. А мне она не нужна. Я хочу, чтобы картинка была прозрачная. Теперь мне остается выбрать, как же будет выглядеть моя Хром-иконка. Потому что она будет выглядеть как-то иначе, очевидно, да. Но при этом она у нас в стиле скеоморфизма из предыдущих iOS. Пускай это будет компас. Вот такой вот у нас будет тонкий троллинг. Добавить. И вот она, моя иконочка, добавилась на втором экранчике, потому что здесь уже места нет. И теперь, когда я нажимаю на компас, у нас с вами открывается Хром. Вот он, зайка моя. Вот так вот просто. Причем, имейте в виду, смотрите. Сейчас в iOS 14 можно менять эти самые экраны. Соответственно, я нажимаю «Изменить экран домой». Нажимаю на вот эти вот точечки, и появляются мои экраны, скрытые с приложениями. Если мне надоело развлекаться со всеми этими темами, то я добавляю свои два классических рабочих стола. Вот эти я нафиг скрыл, нажал «Готово». И все вернулось на круги своя. Вот мой классический сетап, чем я пользуюсь сейчас. Вот этот блок, это предложение Siri. Смотрите, он, видите, целиковый. И здесь у меня еще какие-то нужные приложения. Все! Понимаешь? Но если мне захотелось удивить друзей или что-нибудь в этом роде, я могу ровно то же самое сделать за 2 секунды. Я убираю эти два экрана, хлобыть, и у меня все вернулось вот в таком состоянии. Причем, имейте в виду, что в iOS 14 можно удалить какое-либо приложение, как это было раньше, а можно скрыть его, чтобы оно не отображалось на рабочем столе, но было вот в этой библиотеке приложение, что тоже достаточно удобно иногда бывает. Типа, я не хочу, чтобы это приложение висело, и в папку его засовывать не хочу. Ну, нахрен вообще. Но при этом оно все равно на смартфоне есть. Вот так вот просто. Вот так вот понятно. Например, фото. Здесь открывается фото. Ну, все, как вы любите. Блин, ну на самом деле, конечно же, это максимально тупо, но тем не менее интересно. А чтобы завершить наш с вами образ, мы заходим вот в это самое приложение, которое называется Widget Smith. И оно позволяет нам делать виджеты маленькие, средние и большие. Соответственно, я могу настроить, какой мне больше нравится. Я хочу, чтобы small был в данный момент не часы, а что-нибудь другое. Чтобы это выглядело как вот такой вот календарь. Почему нет? Можно выбрать соответствующий дизайн, можно выбрать цвет, чтобы он был вот какой-нибудь желтый, максимально ублюдочный. И background color у него, чтобы был какой-нибудь вот такой полупрозрачный. Нажимаю все это сохранить, и смотри, что происходит. Опа! Теперь у меня здесь вот такой вот календарик. Добавляется это все так же просто, как и, собственно, сами виджеты. Нажимаем плюсик, выбираем здесь эти самые виджеты, и полетели. Ну, то есть максимально просто, максимально круто. Но за счет того, что сюда можно добавить картинку, можно добавить пустое место, можно добавить еще что-то, вы можете играться с этим моментом. Так что, народ, делайте свои дизайны и присылайте мне в Twitter или в Instagram. Я заценю, я обязательно опубликую, если мне зайдет. По крайней мере, то, что я уже видел, местами забавно, местами полный трешак. Но, видите, это достаточно просто. Как минимум, вы можете сделать вот такие вещи. Но вы спросите меня, Валя, а как сделать так, чтобы Siri еще произносила какой-либо текст в момент, когда непосредственно происходит открытие той или иной команды? Это делается очень просто. Это делается ровно там же, где и вы видели до этого. Мы находим с вами соответствующий калькулятор, и видим, что у него два макроса. Сначала открывается скрипт-калькулятор, а потом отрабатывается произнесение текста, причем вы можете его заменить на любой. Что вы напишите, то Siri и произнесет. Соответственно, это делается так же просто и происходит вот здесь. Смотрите, нажимаете плюсик, документы. Дальше мы идем в самый-самый низ, произнести. Здесь, соответственно, выбираем команду текст, пишем, что нам нужно. И вот вам текст произнесен. Причем можно сделать так, чтобы текст отрабатывался на конкретном приложении. Можно его конку даже не менять. Также можно запрограммить действие какое-нибудь. Например, я включаю режим экономии. Экономим батареечку. Экономим батареечку. Либо я хочу узнать погоду, например. Да, я такой не знаю, какая завтра будет погода. Ну, давай узнаем, чего там с погодой. Ну, вот какие-то такие вещи можно делать. Че напишешь, что напишешь. Вот так вот все просто. iOS 14, дамы и господа. Лайтовый ролик вам для разгона в понедельник. Пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и делитесь своими работами. Увидимся.